Организатор мероприятия Барнаульская теплосетевая компания привели неутешительные данные. 80% от всей задолженности за тепло и горячую воду числится за управляющими компаниями, которые не принимают всех возможных и предусмотренных законом мер по ее погашению. В топе должников УК «Доверие», «Свой дом», «ЖКХ-сервис». Предпринимаем все законные меры по взысканию и получению данных. Здесь ведется и досудебная работа, и претензионная исковая, и работа по исполнительному производству. Но задолженность управляющих компаний в основном складывается из неплатежей населения. К таким гражданам будут применять самые суровые меры взыскания, вплоть до выселения из квартир. Сейчас уже 5 квартир выделено для переселения, а именно нанимателей, которые злостно не платят за услуги в судебном порядке из занимаемых химиквартир. Пошла судебная практика. Еще один способ повлиять на должника – пенни за просрочку. Однако, говорят эксперты, это не очень действенная мера. Сумма штрафа слишком мала. Поэтому сейчас на самом высоком уровне ведется работа над увеличением его размера. Еще в ноябре премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что правительство планирует увеличение неустойки и введение штрафов за неуплату. Но действия властей пока недостаточно. Даже по судебным решениям долг получить непросто. Нужно определенным структурам, скажем так, в этой цепочке все-таки придать тоже значимость в этой работе. Хотелось бы все-таки большей активности и эффективности действий. Ресурсы, снабжающие организации Барнаула, впервые собрались, чтобы объединить усилия для решения проблемы. В итоговой резолюции участники договорились начать работу по созданию представительского органа для внесения инициатив в органы госвласти, реализации совместных информационных проектов, просветительской работы и решения других проблем. Татьяна Гладкова, Александр Антропов. Наши новости.